Итак, мы сегодня направились отдохнуть в летнем саду. Посмотрим, что там. В масках и полтора метра друг от друга. Интересно. Такое озеро всегда встречает. Единственное, что уточки есть, а лебедей, которые тут обычно плавают, пока нет. Каждому отдельно. Я тоже так привыкла, чтобы всем досталось. По газонам не ходить. Здесь вам не Англия. Это вам не Англия. Такие вот заборчики оберегают посаженные кустики. И много-много зелени. Вот тут находится ретроспективная выставка к 315-летию летнего сада. Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит и заград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип. И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуюсь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию теней не видно конца, от глаза гранитные до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои, о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром яшный горит, но светоисточник таинственно скрыт. 1959 год. Анна Ахматова, летний сад. И вот мы выходим на фонтанку. И здесь вот тоже по фонтанке можно прогуляться вдоль летнего сада. Свежо и хорошо. Мама сегодня вышла в аут, и она уже в ауте. Рыбка? Правда, рыбки видно. Ой, играется. Это может быть корюшка? Фонтанки. Красота какая. Вот запустили уже кораблики. Ходят по Неве, по фонтанке, по каналам. Ну, а мы идем дальше. Ой, хорошо. Вот такой вот тут чайный домик. Можно посидеть в тенечке и попить чаю. Может, мы попьем? Не знаю, посмотрим. Какие нынче там цены? Туалет здесь, кстати, 40 рублей стоит. Пока что мы просто пойдем. Ой, смотри, как в Англии. Гробики. Огороды, как я в Уэльсе показывала. Такие же. Правда, тут побольше будет. Но тоже вот. Что тут? Свекла. Чеснок. Это что? Это я не... А, это что-то типа... Голованка? Не-не-нет. Я думала, мята... Душиться может? Душиться, наверное. Капуста. Обалдеть. О! Бархатцы. Это бархатцы такие какие-то. Дикие. О! Маме лимончики зашли. Ну-ка, иди спой песенку. Мама песенку не хочет пить. Тыква. Морковка. Петрушка. Все что хочешь. Нас в Турции, прям как у меня на балконе. Хорошенькие такие разрослись. Опять морковка. Там вон пижма растет. О! Душиться. С чаем. А это что? Картофан, что ли? Картофан! Картошка! Ну, давай, расскажи, что это. Картофельные лианы прям. Ты думаешь, это цини? Ой, какие огромные. Интересные. А дальше что? Чертополох получается. Как будто бы мы в этом уже, в Шотландии. Чертополох пока что непонятно такой, да. А, оказывается, это артишок посевной. Вот не знала, что они так выглядят. Мята. Моя любимая мята. О, как красиво. Кто-то пообрывал. Собирал себе на чай. Ну, это же чайный домик. Наверное, они и пообрывали. Круто душистую. Ну, вот так и узнаем постепенно все растения. Пошли в чайный домик зайдем. Горячие обеды, кофе. Террожные. Ну вот, взяли мы пообелать кофе, чай. И пару плюшек в летнем домике. В чайном, да, мама? Довольна твоя душенька? Пока еще нет. Настяка не разрешает. Ну что, булочка с корицей стоит 70 рублей в летнем парке. Эта пироженка 150 рублей. Зато я взяла чай за 70 рублей. А мама кофе за 150 рублей. 440 рублей. Это 4 фунта? 5. 5. Хорошо, 5 фунтов. 5 фунтов раз в месяц. Чай с пирожным можно. Молодец. Ну вот они, скульптуры пошли. Диана. Это кто? Аполлон. Что, что ты там показываешь? А-а-а. Аполлонище мой. И опять деревья. Марс. Бог войны. Севилла. Да, страшненькая. Такая думающая. Ночь. Ага. Тут у нас ночь. А это у нас закат. Таким вот он лицом на закате. Правда, сейчас еще полдень. Такой красивый фонтанчик с пирамидкой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КРОПЕЛЬЛИ ГРОПЕЛЬЛИ Это Г. ГРОПЕЛЬЛИ Интересно. Аллегория ИСТИНЫ Синсеритас Это аллегория ИСКРИННОСТИ Лев явно выглядит искренним Какие-то виноградные грозди и фрукты. Вертун. Церера. Аллегория архитектуры. Что-то с чертежами стоит там, соображает. И аллегория мореплавания. С картами. Госкет. Крестовое выльбище. Первоначально была еловая роща. Называлась. Ну потому что вот они ели стоят. Видите, какой проходик сделали. Так, чтобы ели не сломали. И люди полюбовались вот такой вот красотой. Ели. Ах, как мне нравится эта аллея. Так не жарко, классно. Хочется летать. Боскет, французский портрет. Здесь находится памятник паснописцу Крылову, выполненном скульптором Клоттом. И вот такие тут просто беседки. Прохладно и хорошо сидеть, читать, как это делают истинные питерцы. Ну, Флора это все знают. Богиня цветов. Подоле у нее. Цветов. Менажерийный пруд. Менажерийный пруд. Скульптура под названием «Слава». Прямо на входе в летний сад с Нивой. Скульптура под названием «Менера». И собак. И копье. И такая шляпа интересная. И вот такая вот решетка летнего сада. Которая выходит на Ниву. И очень красиво смотрится. Всегда любила вот эту решетку. Особенно вот с теми золотистыми орнаментами. Сейчас рассмотрим, что там есть. Получаются букеты каких-то в обозонах. И наверху тоже какой-то в виде букетика. А, может, фонтан это. Ну, там уже вот кораблики плывут по Неве. Машины едут. Фрегат стоит. Все на самом деле уже живет в городе Санкт-Петербург. И буквально месяц назад я здесь ходила. Не было ни души. Еще вот такая вот аллейка. Сквозь которую можно пройти и погулять в тени. Немножко солнце сделали так, что пропускало. Или, видимо, еще не доросли эти растения. То, что за растения? Это не виноград. Ну, какие-то такие растения, которые облепляют всю эту беседку. Так ее назовем. Они вот в таких вот беседках часто проводят свадебные фотосессии. Есть еще вот такие вазоны тут красивые стоят с розами. Красота. Какие газоны красивые. Вертолеты что-то сегодня летают прямо. Облетались. Ну, видимо, здесь все это находится обзорная площадка. И, видимо, людей катают так, как выходной день. Этот, конечно, очень красивый фонтан. И в Петергоф ехать не надо. Фонтанов в летнем саду тоже хватает. Нимфа летнего сада. Таких туниках и сандалях. Смотрите, какие сандалии были классные. Аллегория сладострастия. О, голубь-то. Грудик леет. А внизу кто это? Крокодил? Какой-то ящер. А здесь что? Собака. Аллегория красоты. А собака охраняет эту красоту? Какая красивая собака. Такая задорная. Нос прямо смешной. Вот такая вот была красота в 1719 году. Красиво. Дама с собачкой. А вот Эфтерпа. Муза лирической поэзии. Помню, мы изучали 9 муз в музыкальном училище. Поэзии, танца. По-моему, истории было. Чего еще муза была? Искусство. Живописи. Но сейчас я, к сожалению, их всех не помню. Надо освежить мою память. А это у нас Терпсихора. Как раз таки муза танца. А если посмотреть вокруг, то на Талии мы найдем красивый-красивый бантик. А вот и сама Талия. Талия – это музыкомедии. Вот уже три музы я вспомнила. Мимфа воздуха. Что у нее на голове? Солнышко. Зачем воздуху солнце? Подумайте сами. Юность, говоришь? Юность. А мартышка к старости слабо глазами стала. Смотри, глаза-то вообще. Выкололи, что ли? Один выкололи. Мартышка – да. Но это, видимо, на фоне... Мартышка и очки. Нет. На фоне старости и юность выглядит вот так. Аллегория осени. Вот такие у нас в России красивые итальянские скульптуры. Ну, а мы идем в кофейный домик, где, возможно, попьем кофе. Олд таун часики. Лондон Клок. И такие бозоны тут. Кофейный бестолик. Такой интересный кофейный домик. Даже касса такая старинная. Такая печь. Осторожно. Так приятно посидеть в позднюю вечерку. Тут еще какие-то джаз-вечеринки проходят. Картины. Что, ты присаживаешься? И самовар. Самое главное. Ага, самоварищ. Все такая старинная. Осторожно, ступенька. И вот люди приходят к Чижику-Пыжику. Чижик-Пыжик где-то был. На тан-танке водку пил. Ну вот, усталые и счастливые, они возвращались домой. Такая вот у нас контакта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok